Быстро! Быстро! Ловите! Вышибай! Так азартно и весело прошел очередной этап спортакиады между командами городских летних оздоровительных лагерей. Ребята участвовали в игре «Снайпер». Игра эта похожа на вышибала, как мы знаем. Задача здесь капитанов и команды, как можно больше выбить соперников. Ну и естественно у кого меньше народу остается, тот и побеждает. За победу боролись четыре команды. Они были разделены на две группы. Победители отборочного этапа встречались в финальном матче. Проигравшие на групповом этапе продолжали борьбу за третье место. Каждая сборная настраивалась только на победу. Мы играли в лагере и готовились к этому. Мы были вообще морально готовы к этому. То есть подготавливались и вообще психологически, и физически. То есть играли очень много в «Снайпер». Ребята позитивные у нас в команде, это понятно, потому что лагерь у нас тоже очень крутой. Очень много спортсменов. То есть я, например, тоже футболист и вратарь, поэтому меня взяли капитана. Многие у нас хорошо бегают, уворачиваются. То есть ловкие, сильные, крутые пацаны. Каждая встреча состояла из двух таймов по 10 минут каждый. И если основное время заканчивалось в ничью, проводился третий период. Для того, чтобы победить, каждому игроку нужно было быть метким, быстрым и ловким. Ну, если брать с точки зрения, когда тебя вышибают, то это да, это трудно, уворачиваться от мяча. А вот когда ты капитан, то есть тебе надо начнем с того, что дух направлять на команду и как раз загонять остальных. Ну, по сути, игра легкая. С таким настроем команда лагеря при 220-й школе выиграла два матча и завоевала первое место. Вторыми стали ребята, отдыхающие при образовательном учреждении номер 225. Третье место у сборной лагеря при 221-й школе. Участникам городских соревнований осталось преодолеть последний этап – веселые старты. После его завершения станет известен победитель эстафет и все спортакиады детских оздоровительных лагерей. У команды 220-й школы хорошие шансы на лидерство. Из четырех прошедших этапов они выиграли три. Елена Степкина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».